Провоцируем истончение эпидермиса и делаем кожу более уязвимой к раздражению и воспалениям. Кожа не успевает восстанавливаться и нарушается местный иммунитет. Очищает кожу от воспалений, отбеливает, осветляет пигментные пятна. Если вы являетесь любителем домашнего натурального ухода, то это видео для вас. Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за кожей, когда солнце уже не так активно, но кожа требует питания и увлажнения. Многие замечают, что с наступлением отопительного сезона кожа становится более сухой и местами шелушится. Но при этом на коже сохраняются следы солнечного воздействия в виде пигментных пятен. Я поделюсь с вами рецептом комплексного ухода, который подойдет для кожи, склонной к сухости и шелушению. А в осенне-зимний период это свойственно для кожи любого типа, как сухой, так и жирной. Мы приготовим нежный и мягкий скраб, который эффективно устранит пигментацию после солнечного воздействия. И после мы приготовим маску из доступных компонентов с увлажняющим и одновременно питательным эффектом. Все любят пользоваться скрабами для лица и тела, ведь после скраба кожа становится гладкой и матовой. Но существует ряд ошибок, которые многие из нас совершают. При появлении шелушения на коже мы стараемся подключить абразивные средства для устранения отмерших частичек эпидермиса. И в ход идут молотый кофе, сода, соль, сахар, а также косметические средства с дробленными косточками. Но здесь важно в первую очередь восстановить гидролипидный защитный барьер, чтобы механическим воздействием не повредить здоровые клетки эпидермиса и не спровоцировать повторное шелушение. Отшелушивая сухую кожу с нарушенным кожным барьером мы усугубляем ситуацию. Провоцируем истончение эпидермиса и делаем кожу более уязвимой к раздражению и воспалениям. Поврежденная кожа через короткий период опять начинает шелушиться и многие из нас опять прибегают к скрабированию. Кожа не успевает восстанавливаться и нарушается местный иммунитет. В домашних условиях с использованием косметических средств я советую делать процедуру глубокого очищения немного в другом порядке. Сначала нанести на кожу плотным слоем увлажняющую или питательную маску, и только потом, когда верхний слой эпидермиса напитался и стал более мягким, приступать к мягкому отшелушиванию. Также в качестве первого этапа перед скрабированием отлично подойдет гель алоэ вера или легкий увлажняющий крем, нанесенный плотным слоем на 5-10 минут. Также старайтесь выбирать более мягкие скрабы с мелкими частицами. Если вы являетесь любителем домашнего натурального ухода, то это видео для вас. Мы будем делать очень мягкий соляной скраб для кожи, который эффективно устраняет пигментацию. Главный плюс нашего соляного скраба в том, что мы измельчаем соль до состояния мельчайшей пудры. Берем соль любую, морскую, розовую, гавайскую, гималайскую или просто поваренную, и измельчаем в кофемолке до состояния пудры. Этим способом со мной поделилась моя благодарная подписчица Виктория. Я его испробовала, и он мне очень понравился. Соль помогает при многих кожных заболеваниях. Соль очищает кожу от воспалений, отбеливает, осветляет пигментные пятна, делая кожу ровной и гладкой. Итак, мы сделали соляную пудру и применяем ее следующим образом. Я нанесу на очищенную кожу лица сливки. Подожди, слишком много сливок. Я наношу сливки на 5-10 минут. Также, как я уже сказала выше, если у вас в данный момент нет сливок, можно нанести плотным слоем гель алоэ вера или легкий увлажняющий крем. Выжидаем 5-10 минут. И после этого мягкими круговыми движениями наносим нашу пудру. Выждали 5 минут и наносим нашу пудру мягкими массирующими движениями. Для лучшего скольжения можно смачивать пальцы сливками. И массируем нашу кожу, обходя нежную кожу глаз. Этот массаж мы выполняем на протяжении 1-2 минут. Соль хорошо растворяет сальные пробки. Шлифует нашу кожу. Делаю ее ровной и матовой. И отлично осветляет пигментные пятна. После того, как мы выполнили массаж соляной пудрой, оставляем на 3-5 минут, затем смываем теплой или прохладной водой. После очищения солью улучшается клеточное дыхание кожи, растворяются все загрязнения, кожа становится свежей и сияющей. После того, как мы смыли наш скраб, мы приготовим маску, которая сделает нашу кожу гладкой и красивой, устранит сухость и шелушение и сотрет мелкие морщинки. Итак, для нашей маски нам понадобится очень спелый банан, жирные сливки и талое сливочное масло. Размягчаем банан до однородной консистенции. Добавляем 1 столовую ложку сливок и 1 чайную ложку талого сливочного масла или топленого. Тщательно перемешиваем все компоненты и наносим на очищенную кожу лица. Банан – идеальный продукт для сухой и обветренной кожи. Увлажняет кожу, питает, разглаживает мелкие морщинки, а сливочное масло насыщает кожу витаминами А, Е, Д, кальцием и фолиевой кислотой. Эту маску можно наносить на лицо, на шею и на область декольте. А также она отлично подходит и для области вокруг глаз. Маски получается достаточно много, чтобы нанести ее и на шею, и на декольте, и еще куда-нибудь. Ее, правда, очень много выучилось. Эту маску мы выдерживаем 10-15 минут. После нанесения маски лучше прилечь, отдохнуть и расслабиться. Включить медитацию? Да, на омоложение. Итак, мы выдержали нашу маску 10-15 минут. Смываем ее теплой или прохладной водой и наслаждаемся гладкостью и нежностью нашей кожи. Обязательно попробуйте метод очищения кожи соляной пудрой, а также эту маску. И напишите в комментариях ваше впечатление. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.